А теперь слушай, я тебе, что ты сказала только. Если хочешь, не слушай. Ночью сегодня много шло. Те, которые видели, я же тебе говорю, что я и слышала, как у нас двери открывались в доме. Ну и все же говорят, и Ваня говорил за 2 августа. Наша разведка где-то узнала, что на день ВДР, х**, планирует прорыв. А сама со своего дома никуда. Вон как послушаешь, как в козинке, там, там, там военные наши чудили. Даже с петель, говорят, ворота сняли. А потом цыгане добавили. Ужас. Все вынесли. Позорище, блин. Я говорю, я раньше думала, это слуха. Какой слух? Все вычистили. Все. Я же тогда раз и рванулась, что же я вот это сама первая прилетела. Говорю, хай, грохни, так лучше в моем доме грохни. О чем военные вот это все забирают. Ужас. Поймали тех, кто стрелял, да? А вот написано ФСБ, это, и доставили в нашу полицию. Возле Качугур. Пьяные были одеты в военную форму, а кто? Четыре человека, по-моему, их. А кто они такие, то ж, наверное, будут теперь это выяснять, откуда, чего и кто. И пьяненькие были. Так что так. Ну, ладенько, да? А я видел в интернете. Глотова у вас там, блядь, официально. Ты-то там рядом вообще. Ну, все, что там, там как. Да, ну, да, мы им, им по-моему, блядь. Ответчики будут. Какие, блядь, ответчики? Чтобы, блядь, когда уже ответят, если не будет, да? Какие, блядь, ответчики? А я видел ролик там, блядь, по нему показывали. По всей улице, как мой дом. Вся улица подкажется, блядь. Какие, блядь, не останутся. Такая диньки уже давно не было. С, блядь, заходите, бумаги, молчат все, блядь. Все, давайте, все, блядь. Вот, ждите, 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 блядь. Вот сейчас ходил на прошлой неделе. Короче, опять все на государстве. Никому ты нахуй не прав, блядь. Нужен когда-то тебя еще взять. А когда тебя взять нехуй, все, блядь, никому ты не прав. И хуй, блядь, и хуй, если хотите, блядь, куда они... Такая, блядь, они мне начали объяснять. Вот, мы вам дадим там, давайте это. Я шо вы дадите, блядь, еще я по минималке считаю. Да идите вы пи***ю, идите нахуй, стройте тогда на том месте. Что вы отройте, блядь? Раз так... У того нельзя купить, у того нельзя, сколько в той организации, которую мы, блядь, одобрим. Я что-то послушаю. Да идите вы, говорю, нахуй, с такими, блядь, условиями, блядь. Стройте тогда, блядь. Стройте на этом месте все. Жена уже до губернатора ходила. Там все, блядь, набегали, когда она пошла. И тогда, не знаю, где-то... Да, да, это сбили наши беспилотники эти. В Курчатовский район и Медвинский район. А вчера вот в Малой Локне ехал по дороге, в Казачью Локне. В общем, мужики ехали там кому-то окна пластиковые вставлять. И как раз в машину ему попало. Ну, слава богу, живой. Ехал именно в сторону Суджи? Нет, нет, все длинно. Он вчера ехал в сторону Суджи, в Казачью Локню, вставлять кому-то пластиковые окна. А беспилотник сверху на него кинул. Слава богу, остался живой. Но раненый. Да, сейчас в Суджи ездить нельзя, потому что постоянно обстреливают, постоянно эти беспилотники. Нельзя туда. Да никуда, Суджина, никуда. И дома грохнут. И дома убьют. Сейчас такое время стало. Все. Пожалуйста, подскажите номер телефона милиции, полиции нашей. Алло. А? Они не отвечают по этому телефону. Ага. Это опять же, что-то смелко опять звоню я. Я не знаю, куда мне звонить, если у кого у меня вызывать. На этих военных, которые отпустили, тут пускают на квартиру, падла. Люди. Твари. Мы заправку взорвали сейчас. Одну сначала взорвали, а потом вторую, да. Ну а где еще? На дамбе. Сейчас перекрыто было. Да это дровой, это вот. Максимум час назад. Водитель пострадал, скорая ехала, менты там перекрывали эту дорогу. И сейчас пишут, что еще одну. Подорвали, машина сгорела. Тоже маслодельный, да убили целый день. Позавчера, вчера. И на крыльях этого беспилотника написано масло, да хуя. И тут уже этот домой на дворе не стоя. Видишь, летают. В Волновахе. Летел самолет, оторвалась эта бомба. Она Чи 60 тонн, говорит, если б рвануло, говорит, полуволноваси б не было. Там где-то между домами упало, говорит, и на 7 метров в землю ушла. И не взорвалось. Приехали саперы, забрали, разменировали. В нашем Белгородском районе. Мы сегодня со съемкой, да, были. Скажите, а возможно, чтобы вы пообщались с мирным населением? Не только с главами, а и с мирным населением. Просто мне поспевается память, что глава козинки немножко приукрают. Там все, если возможно, не только залазить. Там мы как раз выезжали с Белгорода, где-то пол первого, да. На короче, мимо аэропорта. И как начало ПВО наше охренячить. Прямо, прямо над нами. Прямо вот Алена снимала даже дружин. Вот, там где-то что-то подпись. Да, и там что-то, потом где-то там что-то там за Белгородом. Там дым там такой, в сторону короче, там черный. Ну, потом проехали. Ах там какой-то, там что-то там какой-то. Там мы в ночи тоже там спали в Белгороде, слышали в ночи как нашу. Был-был-был что-то как-что-то пришло туда. Но, не, у нас тут классно вообще. Тут бассейны новые, в бассейне. И на дне, прямо с бассейнами, самолеты летят наши. Так, ну, и все видно, дети все хлопают, кричат, машут самолеты. Где-то, не знаю, где-то за старым автором, куда дальше, может, где аэродром. Военные летают, самолеты летают. Это все, это наша беда. Никому она не нужна. Ну, это, мам, ты еще хоть там пенсионер дома. А представь, если люди живут тут, семья живет в рай, надо где-то работать, надо как-то передвигаться, надо все. Это никому, мам, поверь, и люди не хотят это слышать вообще. Да никакой России не будет, что ты плетешь, какая Россия, какому. Кому я говорю, если мы в Белгородской области люди не хотят слышать о том, что у нас происходит рядом. Такой там дожопы всем, там жопы всем, там Смоленск, Москва, там Пермь, там я вообще просто всем дожопы. Просто всем. У всех своих делах даже никто не смотрит. Эти новости, эти программы, там 60 минут, сколько мы их не смотрим. По барабану тут хоть пиши письма, хоть выступай. Ну, теперь на нас пишут, о, что вы, сепаратисты, типа туда-сюда против российской власти, ТРП. Мы что-то тоже, мы, мы, тот, мы, тот, мы, тот, хуйся, конечно, к себе домой. А еще такая ситуация, и что, как? Если б ты вообще без телефона был, есть же там у тебя телефон. Я не знаю, зачем тебе вот эти капризы вот эти. Сейчас вас перекинут куда-нибудь, и все. И тебе непонятно, что ты говоришь. А может быть, ты скажешь, а что дальше, я не понимаю. Да лучше там сиди год, чем там, за ленточкой. Смысл лежит в том, что он здесь не теряется, а в дороге может потеряться. Вот о чем смысл. Тогда зачем он тебе там нужно, если он тебе пофигу и по барабану? Я вот этого не могу понять. Не деньги жалею. Я знаю, что он... Нет, не об этом речь. Я думаю, что он тебе там не нужен. У тебя есть там телефон. Зачем тебе обострение с командованием, со всеми там? Зачем лезть на рожон? У тебя уже были проблемы с командованием? Были. Какая разница? Я вот сегодня подводил человека одного с утра, после ранения он, да, с Краснодара. У нас, говорит, командира его убили. Хороший был командир, разжалял всех. Одиннадцать пулевых ранений. Я говорю, кто убил? Офицеры, говорят, расстреляли и все. Даже без вопросов. Одиннадцать пулевых ранений где-то в дыроках у них было. Уничтожили. За то, что он им противился, понимаешь. Делал так, чтобы сохранить свой личный состав. Они там не жалеют никого, понимаешь. Потому что они считают, что они там побыли и все. И никто ничего не знает, и никто ничего не скажет. Беспределы делают. Я тебе поэтому говорю, не надо конфликтовать. Только я тебе про это говорю, нахрена ты его туда тащишь, чтобы кто-то просто-напросто за ненавистью к телефону, понимаешь. Есть у тебя там вот эта железка, ну, зависть какая-нибудь, зависть какая-нибудь. У тебя уже... Ой, ты вообще, ты... То, что я тебе говорю, ты это не озвучивай. Забрать, завалить туда-сюда. Не надо, там везде уши, понимаешь. Я знаешь, сына, я знаю, что он тебе ко мне нужен. Потому что у тебя есть там телефон два... Раной, блядь, вовсе раз... Мандячилы. Раскуячили, блядь. Раскуячили, блядь. Раскуячили, блядь. Раскуячили. Ну, я вот, блядь, в дежуре тут канонада, блядь, была убитена. Канонада. Они наши, блядь, раскуячили. В Голочине, блядь, раскуячили. Спалили, блядь. Тут, блядь, уехал и в Пентагон, блядь. Вот. Товенок, блядь, ударил. Наверное, блядь, минут сорок пять назад, вот. В Пентагон, уехал. Вот. Сегодня вон, блядь, за самое, блядь, за самую ту... Кофинку, блядь, в Глотову, блядь, кассетами кипашили, блядь. Всего, блядь, нищего, блядь.